Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции в руках следующая Язвенный энтероколит, это что? Это воспаление слизистой оболочки толстого кишечника, органа Чаще всего имеет хронический характер Ну, какие симптомы? Частенько у человека бывает, что понос Ложные позывы к стулу Боль в животе, больше всего в левой части Также боли в суставах Также потеря веса Нет аппетита Ну и, конечно же, чем это все вызвано Это всем вызвано, что общей слабостью Которая может привести к чему? К истощению всего организма Либо потихонечку истощается сила человека Нужно помнить, что толстый кишечник, это что? Электролиты Именно, что это конденсатор, скажем так Аккумулятор своеобразный нашего организма Который дает, что человеку силы Выводит шлаки с организма А если эта функция нарушается, человек становится грязным У него нет сил, нет энергии Вследствие чего весь организм обезвожен Что нужно? Нужно поменять аккумулятор Либо электролит новый залить Почистить его Скажем так, банки промыть и прочистить Кто? Водитель меня поймет Что может нам помочь восточная медицина? Почему? Потому что западная медицина вам предложит Что? Медикаментозное лечение Восточная медицина все-таки предложит вам провести диагностику 12 меридианов И увидеть, а в каком же состоянии все 12 меридианов Которые что? И являются общим потенциалом энергии Инь и янь Энергии минуса и плюса Помните, батарейка имеет плюс и минус Если мы закоротим светодиод То что? Мы увидим, как он горит То есть, что? Наличие энергии есть в этой батарейке Так вот, когда у человека садится батарейка Ему необходимо что? Подзарядить ее Как мы можем подзарядить? Нужно помнить, что все 12 меридианов отвечают за желудочно-кишечный тракт Это первый нюанс Подзарядить нужно одновременно Инь и янь При составлении рецепта Ваш лекарь должен это знать Учитывать Что и давать такие точки Которые бы подпитывали И минус, и плюс Вследствие чего? Что подзаряжается человеческий организм в целом Появляется энергия Что улучшается аппетит Много сна появляется Человек набирается силы Прекращается понос Помните, понос он не настолько, скажем, вредный Но при поносе человек много теряет очень энергии, силы Вследствие чего истощается весь организм в целом Чем нам может акупунктура помочь? Первая диагностика 12 меридианов Состояние энергии и янь Общего баланса И точки акупунктуры могут нам помочь Данная точка МЦ7 Дорин всегда используется точкой при всеразличных проявлениях Язвенного энтероколита Помните, эта болезнь имеет хронический характер Но так как желудочно-кишечный тракт контролируется всеми 12 меридианами Невозможно сказать, что именно этот меридиан вам поможет Он может быть один из самых слабых меридианов Или один из самых воспаленных При слабости данная точка тонизируется При воспаленности данная точка расслабляется Вследствие чего наводится баланс и янь Приводится в норму Все 12 меридианов Эта норма поддерживается Благодаря акупунктурным точкам и уязвимым меридианам Спасибо за внимание